От Кавказа до Эрец Исраэль. История черкесов Израиля, сохранивших традиции предков. Репортаж из деревни Кфаргама на севере страны. Израиль это невероятный сплав культур, традиций и народов, населяющих эту маленькую страну. Черкесы Израиля это потомки некогда изгнанных с Кавказа отважных горцев, которые нашли свой новый дом в горах Галилея. И мы с вами отправляемся в самый настоящий черкесский аул Кфаргама. История Кфаргама начинается почти полтора века назад, когда первые черкесские семьи поселились здесь, на тогда еще окраине Османской империи. Такие узкие улочки напоминают типичный аул. После 100-летней Кавказской войны адыги были вынуждены большая часть народа покинуть свою родину и переселиться в Османскую империю. Ну а турки уже их переселяли по окраинам, в том числе и вот сюда, в деревню Кфаргама. Используя их невероятный опыт ведения боевых действий, их абсолютное бесстрашие, турки их селили здесь для того, чтобы провести границу между враждующими арабскими кланами. И черкессы с этой задачей на первом этапе справлялись очень хорошо. Оказавшись вдали от родных очагов, черкессы сумели сохранить не только язык и традиции своего народа, но и связь с оставшимися на Кавказе соплеменниками. Удивительно, как несмотря на то, что народ оказывается вдруг в какой-то момент истории оторван от корней, он умудряется сохранять полностью свои традиции и уклад жизни. И здесь есть семьи, которые могли бы служить как бы мостиками между исторической родиной Адыгеи и Кфаргамой, находящейся в Израиле. Черкессы Израиля не только бережно хранят традиции и культуру своего народа, но и знакомят с ними многочисленных туристов, приезжающих в эту удивительную деревню. Мы сейчас с тобой посетим очень интересный и очень необычный музей адыгейского народа, который открыт в частном доме. Причем можно сказать, что вся коллекция музея – это личное имущество тех людей, которые здесь некогда жили. Зоэр Тхауха основал небольшой музей в доме, унаследованном им от предков. Будучи израильтянином, я чувствовал, что мы чем-то отличаемся от других народов этой страны. Другой язык, другая культура. На протяжении долгих лет мы сохраняли свою уникальность, гордясь своим происхождением. И я решил, что очень важно не только познакомить людей с историей моего народа, но, создав этот музей, помочь нашей молодежи не забыть свои корни, сохранив связь поколений. Для меня этот музей – это еще и личная история. Мы, черкесы, очень сдержаны в своих эмоциях. Я даже не помню, плакал ли я хотя бы в детстве. Но когда я встречаю здесь посетителей и рассказываю им историю, с моих родных, я снова переживаю те дни, которые я провел в доме своей бабушки. Все предметы в этом доме знакомы мне с детства. Например, вот этот большой кувшин, который стоял во дворе с чистой водой, и каждый мог утолить жажду. Кружка, маслобойка – все это не только наследство, доставшееся мне от бабушки, но и наследие нашего народа. Ежегодно в Кфаркаме проходит фестиваль искусств, на который приезжают коллективы из России. Огромной любовью пользуется и танцевальная группа «Типсе», организованная в самой деревне. Старый центр деревни – словно памятник стойкости и гордому духу адыгов, прошедших многовековые испытания и сохранивших свои традиции на чужбине. Удивительно, здесь все из черного камня. Это базальт, совсем нестандартный, в общем, материал для строительства. Камень этот добывался недалеко от Твери, где его очень много. Ну, а кроме того, надо сказать, что базальт, наверное, лучше всего характеризует душу черкесского народа. Такой же твердый и вечный, как сами адыги. Я много где была в Израиле, но мне кажется, что здесь какая-то запредельная чистота и ухоженность. С 1982 года деревня Кфаркама постоянно, каждый год удерживает место самого чистого населенного пункта Израиля. И объясняется это очень просто. Когда хозяйка заканчивает убирать у себя, она убирает во дворе, после этого выходит на улицу и убирает ту часть улицы, которая прилегает к ее забору. Таким образом, деревня всегда чисто, аккуратно и очень уютно. Приехав в Эрец Исраэль, черкесы привезли не только архитектуру и песни, трудолюбие, навыки земледельцев и скотоводов помогли крепко пустить корни на новые родины. Насколько видит глаз, все это наши поля. Когда-то черкесы были в основном земледельцами, и приехав сюда, наши предки ими и оставались. Пшеница, оливки, миндаль. Мы народ природы, который любит простор, горы, солнце. Мы всегда помним, что наш национальный очаг там, в Адыгее, Кабардино-Балкарии. Но даже если завтра наш народ снова воссоединится на Кавказе, мы никогда не забудем землю Израилю, ставшую нам настоящим домом. Черкесы Галилеи. Это врачи и офицеры силовых структур. Адвокаты и учителя, крестьяне и ученые. Маленький осколок великого народа, ставший настоящей частью современного Израиля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова